Ну вот, в данный момент мы... Да задолбал ты бибикать, мать вашу, блин! У всех у нас есть что? Правильно, смартфоны! Практически у каждого из нас есть смартфоны. Не, практически, у всех. У всех у нас есть смартфоны. И сейчас век смартфонов шагнул довольно далеко. При помощи смартфонов мы делаем многое. То есть мы можем, естественно, звонки и списать смс-ки, переписываемся в мессенджерах, сидим в соцсетях, смотрим наш любимый ютубчик. Ставь лайк, если смотришь этот видос на смартфоне. Также мы снимаем всевозможные видосы. И вот здесь давайте поподробнее. Камеры в смартфонах сейчас они уже довольно хорошо шагнули вперед. И я даже знаю одного индуса... Ну как знаю, знаю индуса! Видел репортаж про одного индуса, который снимает при помощи айфона 6s+, если не ошибаюсь, целой свадьбы у себя там в Индии. Да, и причем неплохо получается. И только при помощи одного смартфона. Так вот, что касается камер смартфона, то тут уже появилась куча лучшайзеров всяких. Это линзы, которые позволяют сделать широкий угол для макросъемки. Ну знаете, такие прищепочки цепляются на линзу телефона. И макросъемка, и телевики, и уже всевозможные селфи-палки, и стабилизаторы. И вот здесь давайте остановимся более детально. Здесь, вы как уже увидели, на столе у меня лежат две посылки, в которых находятся именно те улучшайзеры, о которых я вам сказал. Это селфи-палка и стабилизатор. Все вы наверняка слышали про стабилизатор DJI Osmo, либо Жин Юн, если я правильно его произнес, как он читается. И они дорогие, они стоят своих денег, да, но денег на них нету у многих. И здесь у меня лежит решение этой самой проблемы, проблемы финансовые. Давайте посмотрим, что нам сегодня прилетело. Вот такой вот монопод. Кстати, если я не ошибаюсь, этот монопод, это предложка от моего подписчика. Не помню, кто предлагал. Если ты узнал свой товар, который предлагал, пиши в комментариях, что-нибудь не знаю. Напиши, это я! Это я заказал! В общем, у меня в паблике ВК есть обсуждение, куда вы кидаете свои предложения. То есть товары, которые бы вы хотели увидеть здесь на канале, чтобы я их обозрел. Если они действительно стоят того. Я их закажу, естественно же, и обозрею. Вот один из них прилетел, опять же, да. Ну, что касается самого монопода, то он выполнен неплохо. Хорошая такая прорезиненная ручка, металлическое основание у него. Вот такой вот тренчик на руку, чтобы мы не потеряли ничего. Но самое основное, это, конечно, она не для смартфона. Она для экшн-камер. Видите, вот эта вот насадочка-головка специально сделана для крепления, либо для аквабокса, либо специальная рама для вашей экшн-камеры, которая обхватывает и цепляется вот здесь. Скорее всего, если вы давно смотрите и подписчик моего канала, вы видели распаковку такой вот рамы для камеры Xiaomi UI. И когда вы ее сложили, конечно же, провернуть тоже нужно, чтобы она у вас случайно вот так не разложилась. Если вы этого не сделаете, получится следующее. Ну, а это у нас герой нашего сегодняшнего обзора. Это стабилизатор X-Arm Side 2 Creative Side. Вот, собственно, нарисован сам наш стабилизатор, как он выглядит. Здесь еще несколько фотографий, как им пользоваться. Ну, скорее всего, это все будет в мануалах. Какие-то QR-коды и тому подобное. Давайте вскрывать, смотреть, что у нас внутри там приехало. Ну, вы поняли, да? Птичка. Сам стабилизатор. Мануалы. Это у нас чего такое? А чего такое тут? С этим стабилизатором еще идет чехольчик, куда мы все это дело, скорее всего, будем укладывать. Вот таким вот образом. Довольно интересно. Также в комплекте имеются вот такие вот две поролоновые прокладочки, вставочки, которые вам будут позволять уменьшать расстояние между вот этими рамками. И, собственно, сюда вы сможете уже засунуть экшн-камеру. И это, на самом деле, удобно. Шестигранник какой-то с болтом. Конечно же, USB-зарядка и все. А, силикагель. Кстати, силикагелем я уже делал лайфхак. Сейчас я вам покажу. То есть два лайфхака вы уже на канале видели с силикагелем. Сейчас покажу третий. Вот так вот вскрываете. Вот так вот высыпаете. Вот так. Вот видите, из комплекта все. Да, да, вот из комплекта. Видите, вот в CG-кам специально положили карточку, чтобы вот так вот дорожку сравнять. И все. И берете вот лайфхак. Только левой ноздрёй, левой. И берете вот так. Шутка, конечно. Никогда не повторяйте этого, не делайте. Это юмор, юмор. Наверное, мой тупой юмор не всем зайдет. Так, у нас еще имеется сертификат, то, что у нас это все действительно оригинальное. Вот такой вот у нас имеется мануал. Мануал довольно красочный. И показывает у нас, как все правильно это сделать. Как у нас правильно установить смартфон. Ну и давайте, собственно, это все и проделаем. Посмотрим по мануальчику, как это все дело ставится. И потом уже установим смартфон в наш стабилизатор. Вот так вот выглядит наш стабилизатор в сложенном состоянии. Давайте я вот это вот так вот сниму. Так. И вот таким вот легким движением он у нас раскладывается и уже что-то более-менее похоже на стабилизатор становится. Откидываются две ножки и сюда у нас устанавливается наш смартфон. Ну давайте установим. В инструкции написано, что мы должны его установить посередине. И вроде бы все. Включаем. Хм. Круто. Ну, как мне кажется, все более-менее ровно. И единственное, что мне показалось, только у него немножко завален горизонт. Но эта вся штука, она регулируется. Причем очень просто. Здесь, если вы видели в начале ролика, я доставал маленький шестигранник. И вот здесь, вот здесь. Имеется шестигранник тот самый, который идет еще и запасной. И он регулирует нам уровень горизонта. То есть, чтобы не было завалов у нас вправо или влево. Давайте сейчас дело отрегулируем и уже тогда установим смартфон, чтобы было все у нас как в аптеке. Чики-пуки. Чики-пуки? В аптеке? По-моему, не в аптеке чики-пуки делают. Ну, вроде горизонт отрегулировали. И включаем. Мда. Все шикарно. Вы видите то, что наш смартфон уже ходит как голова курицы и по горизонту он стабилизировался и все отлично, собственно. Также в этом стабилизаторе имеется вот такой вот рычажок маленький, который позволяет нам направлять наш смартфон вниз или вверх. То есть, у нас идет стабилизация по горизонтали, по вертикали мы можем направлять вот этим вот рычажком. Также этот рычажок является спусковой кнопкой, щелчком, если мы сделаем пару по блютузу между смартфоном и этим стабилизатором. Немаловажный аспект то, что здесь стоит блютуз 4.0, но сейчас во всех современных гаджетах блютуз 4.0. И он мало потребляет энергии, и это очень хорошо. Да, кстати, что по поводу энергии, то здесь находится, значит, аккумулятор встроенный на 1000 мАч. И благо, что китайцы не написали, на сколько примерных часов использования хватит данного стабилизатора. Ну, потому что рассчитать это дело невозможно. Я уже убеждаюсь, что то, что пишут в количестве часов, это все брехня. Вот миллиампераж, это уже более-менее правда. Ладно, что мы болтаем тут? Как говорится, не мешки ворочать. Поехали тестировать и смотреть разницу, что будет со стабилизатором и что будет без него. Поехали! В данный момент вы видите, как записывает камера айфона 6-го, фронталка. И сейчас мы поставим стабилизатор наш и засунем туда наш айфон. И посмотрите, какая будет разница уже со стабилизатором. Ну, а в данный момент ведется уже запись на ту же самую камеру, на переднюю айфоновскую камеру, но со стабилизатором. Сейчас небольшой ветерок и, скорее всего, будут небольшие помехи в микрофон. Но разницу, я думаю, вы уже ощутили. То есть я уже ее ощущаю просто дико сразу по картинке, в которой я вижу себя. Интересно, будет ли она видна на картинке у вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем самый факт, что здесь я еще и стараюсь как бы держать камеру ровно, а со стабилизатором по барабану. Мои руки могут находиться в любом положении, и ничего у нас не пляшет. Сейчас вы видите, как пишет передняя камера айфона, то есть селфачок, записанный при помощи нашего стабилизатора. И сейчас я выключу его и запишу то же самое, но только без него. Ну, а сейчас вы видите, как пишет та же самая камера, передняя камера айфона, но только без стабилизатора. Я думаю, разница очевидна, и стабилизатор все-таки делает свое дело. Я думаю, за эту цену стаб очень хороший. А как вы думаете, хорош или нет? Так, ну, я предлагаю теперь пробежаться вместе с этим стабилизатором, а потом, не выключая камеры, я пробегу точно так же, но уже без него. Поехали! А теперь бежим без него. Я думаю, разница очевидна. Субтитры сделал DimaTorzok Очередной селфачок со стабилизатором. Ну, конечно, он не так сильно стабилизирует, как основную камеру, потому что в основной камере у айфона есть уже микро-стабилизация. Но по сравнению с тем, что без стабилизатора на основную камеру, это вообще круто. Да. Наверняка вы ждете от меня, стоит ли этот стаб своих денег, и я вам отвечу, не задумываясь. Этот гаджет свои бабки отрабатывает на все 100%. За 50 долларов вы получаете хороший стабилизатор, который будет работать с вашим смартфоном, либо с экшн-камерой. И при помощи этого стаба можно добиться хороших плавных проводок, хороших плавного кадра, картинки. Не говоря уже о том, какие селфи-съемки получаются, но это небо и земля. То, что съемка идет с рук, и вот при помощи данного гаджета. Попользовался я им 3 дня, и за 3 дня я не выявил никаких косяков, за исключением одной придирки, о которой я вам сейчас покажу и расскажу. Я хотел использовать свой сет вот таким образом. То есть смартфонный стабилизатор и петличка, при помощи которой можно убрать, естественно, окружающие шумы и шумы ветра при записи, допустим, на улице. Но здесь меня ждало разочарование. Когда мы подключаем петличку, у нас джек начинает упираться в рукоятку. То есть у нас хорошего движения здесь не получится. То есть вы видите, я держу, и вот получается оно все упирается, либо большой палец, это дико неудобно. Вы скажете, ну и переверни в другую сторону, хрена, не получится. Потому что камера будет у нас ездить, ерзать, как угодно называйте, между вот этой балкой, перегородкой. То есть все, здесь уже у нас ничего не получится. Да, она будет стабилизироваться, но она будет вот здесь. Это фигня. Поэтому это может быть минус, может быть это придирка. Но с таким комбо-сетом у меня не получится все это делать. Придется просто на встроенный микрофон, который находится в смартфоне, все писать. Но что касается видео, все, тут вопросов нету. Действительно стабилизирует, действительно качественно работает. 5 из 5. Мне нечего сказать, это действительно хороший гаджет. А что думаете вы по поводу данного гаджета? Стоит ли он своих денег? Пишем в комментариях. Это какой-то какой-то, что это такое? Стаб? Стабаршир? Стаб, а зачем это? Какие? Как ты. А ничего зачем? Ну дай мне тогда. Думаю, кошечек красиво снимать. Угу. Кошечек. Угу. Ну а чё ты? Ну ты тоже что буду снимать? Рад, ну дай, я поделил. Ну ты чё ты жадничишь? Дай тебе сказать. Какой ты жадный. Дай, я стабилизатор. Быстро! Субтитры создавал DimaTorzok